Всем здравствуйте! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня видео о мускусных уток. Сегодня мы поговорим на такую тему, что влияет на яйценоскость мускусных уток и как простимулировать, чтобы она начала яйцекладку. На эту тему у меня уже есть одно видео. Часть номер один. Ссылку оставлю в описании. И оставлю подсказку в углу. Переходите и смотрите. А сейчас перейдем ко второй части. Что влияет на яйценоскость мускусных уток? Первое это возраст уточки. Если ваши уточки 5 или 6 месяцев и у вас на дворе холодная зима, то это естественно, что вашу уточку никак не простимулировать, так как у нее еще не половозрелость. У индоуток обычная яйцекладка начинается в 6,5-7 месяцев. Если ваша уточка старше этого возраста, то ее можно, как сказать, заставить нестись. Первое, что нужно сделать, это увеличить световой день. Световой день должен быть от 12 до 14 часов, так как световой день для любой птицы это самый главный фактор для высиживания яиц, так как птица чувствует, что световой день короткий, и она не будет нести яйца. Второе. Для того, чтобы она начала нестись, и чтобы у нее сформировались яйца, ей нужны витамины и разные минеральные добавки. Витамины можно купить в любой витаптеке. Растворимые витамины покупайте и добавляйте в воду. Также я им добавляю вот такую вот кормовую серу и мясокосную муку. Мясокосную муку я покупал за 1 килограмм 100 рублей, а серу у нас 500 грамм стоит 60 рублей. Это недорогие добавки, поэтому их может позволить себе любой. Мясокосная мука должна превышать от 10% от рациона дневного, а серу добавляем по пропорции, которая дана сзади упаковки. Там для одной птицы 0,1 грамм. Сера помогает для оперения и повышает яйценоскость, а мясокосная мука от недостатка белка. Если им не будет хватать белок, у них может начаться каннибализм. Поэтому обязательно нужно давать мясокосную муку. Также я им даю такие добавки, как пророщенное зерно. Там очень много микро- и макроэлементов для симуляции яйценоскости. И третье, что необходимо, это кальций в их рационе. Для этого мы добавляем либо речной песок, или можно ракушку. Она должна быть в свободном доступе всегда. Чем же я своих уток кормлю? Я их кормлю зерносмесью. В зерносмесь добавляю серу по пропорции и мясокосную муку. Вот, они уже начали съедать. Тут у них ракушка. Они уже тоже начали съедать, поэтому я еще раз добавлю. Также я им даю вареную картошку и пророщенное зерно. И еще третий фактор. Это должно быть сухое и теплое помещение. Должна быть сухая подстилка без сквозняков. И влажность не должна быть слишком высокая. У меня в последнее время была высокая влажность, поэтому мои уточки грязные. Но сейчас я эту причину устранил. Включил обогреватели. Так как у меня тут учата, если вы следили за моим видео. Моим учатом сегодня 1 месяц и 13 дней. 45 дней я буду их взвешивать. Это будет 11 числа. Я на этом потихоньку буду заканчивать, так как не хочу слишком длинные видео делать. Люди не любят смотреть слишком длинные видео и трачат свое драгоценное время. Сейчас я вам рассказал. Самые нужные факторы. Это хороший корм, освещение, никакой химии. Добавляем серу, мясокусную муку и ракушки. Также у индоуток должны быть гнезда. Если гнезда не будет, то они не хотят нестись. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.